сегодня очередное видео для тех кто ремонтирует электронику или пытается ремонтировать так сказать курочит электронику или хотя бы просто пытается вникнуть в это интересное дело скажу сразу что это видео будет полезно всем даже тем кто довольно давно профессионально занимается ремонтом я занимаюсь уже довольно много и все равно часто пользуюсь этим методом потому что он очень простой ним очень легко практически без никаких приборов найти дефект нашей техники если кто не знает то самая ненадежная деталь которая находится в нашей электронике это электролитические конденсаторы каждый кто много ремонтирует со мной я думаю согласятся что коробка которая в них накапливается выпаянных не годных деталей то большую часть из них составляют конденсаторы именно электролиты и те же микросхемы полупроводники там транзисторы семисторы то это уже их очень мало резисторов как правило еще меньше а вот конденсаторов их накапливаются горы видео мы сейчас продолжим а вы не забудьте пока подписаться на канал чтобы не пропускать такие же интересные и полезные видео поэтому нерабочую эту деталь мы и будем искать ну один из методов это выпаивать эту деталь проверять каждый раз есть конечно тестеры китайские особенно которые как бы рекламируются что можно не выпаивая проверить эту деталь но не всегда это можно сделать потому что в некоторых случаях внутренние цепи экранируют замер этой детали и вы точно не определите почему она показывает неправильно то ли допустим мешают какие-то другие детали допустим те же самые сопротивления или что-то еще а этот метод как раз даст довольно неплохую проверку все схемы на работоспособность начнем немножко с теории по какому методу это все работает показывать сам принцип замера я буду использовать вот такой китайский тестер но вам он не понадобится потому что на нем мы только будем смотреть саму теорию как это все действует и давайте возьмем какой-нибудь конденсатор я возьму заведомо исправный конденсатор это на 22 микрофарада но вот он показывает 20,65 микрофарада также если мы посмотрим на графики то можно видеть что ESR меняется температуры это кто не знает это внутреннее сопротивление конденсатора она температуры уменьшается а вот емкость если прогревать конденсатор она начинает увеличиваться конечно прогревать нужно разумных пределах не нужно доводить его до кипения потому что как вы знаете нажали паяльника температура может быть от 200 градусов как правило и выше доходит даже до 300 400 градусов если накрутить особенно на паяльной станции эти графики как раз и показывают нам то что если будем прогревать конденсаторы то нужные нам показатели это внутреннее сопротивление и емкость будут приходить в норму это я взял для примера сначала рабочий конденсатор и давайте над ним проведем несколько экспериментов я буду его прогревать а вы посмотрите что происходит с его сопротивлением и что происходит с его емкостью как я уже сказал прогревать нужно разумно уголком паяльника дотрагиваемся и прогреваем чтобы температура его не превышала градусов 70 80 это допустимые для него нормы и смотрим что происходит на нашем дисплейчике прибора вот уже видите на один микрофарад поднялась а и сопротивление уменьшилась и так как понятно из этих экспериментов что даже рабочий конденсатор все равно он на немного восстанавливается он на реагирует на прогрев паяльником и емкость его возрастает видите дотрагиваясь рукой конденсатор не кипяток можно спокойно за него подержаться он стал как бы горячий но держаться можно вот уже емкость 22 и сопротивление упало еще меньше кто не знает что чем меньше сопротивление тем это лучше для конденсатора но опять же в определенных пределах у каждого конденсатора здесь свой допуска для каждой точнее емкости и напряжение есть свой допуск по этим внутренним сопротивлением видим конденсатор восстановился хотя он и был рабочий но все равно его параметры улучшились а теперь давайте посмотрим на нерабочем конденсаторе сейчас я какой-нибудь подберу и будем смотреть как будет вести себя полностью нерабочий у меня здесь есть коробки в которой я скидываю детали их там накапливается за какой-то короткий срок сотни как я уже сказал что большей части это конденсаторы я сейчас выберу какой-нибудь и будем дальше проводить эксперименты и вот я подобрал конденсатор на 100 микрофарад делаем проверку что нам показывают замеренная емкость 45 микрофарад сопротивление 150 ом это уже как бы очень очень большое сопротивление до емкость в два раза заниженная и давайте сейчас я также сама начну а да вот смотрите этот конденсатор чтобы было точно понятно насколько он да вот навелась резкость и давайте теперь продолжим я беру паяльник и начинаю его греть что это нам даст сейчас будем смотреть на дисплее этого прибора я думаю что хватит для прогрева подогрели и держаться можно все нормально он не перегрет и и наблюдаем что произошло сопротивление 0.47 микрофарада и емкость увеличилась до 104 микрофарад как бы восстановилась до своего значения когда он был новым конденсатором ну о чем это все говорит о том что слегка прогревая паяльником конденсаторы мы можем их на какое-то время восстановить как правило покуда он теплый он будет держать это все как бы свои параметры иногда они еще даже восстанавливается и после остывания какое-то время продолжают работать ну нам как бы халтура чтобы восстановить на время не нужно нам это все нужно чтобы найти негодную деталь на примере я приведу того же тюнера какой-то появился дефект вы не можете определить то ли сигнал сыпет мусором то ли какая-то помеха появилась посмотрели на схему конденсаторов сдутых нет что делать и и давайте прогревать конденсаторы по очереди смотря на экран того же телевизора если вы конечно плюс минус разбираетесь схема техники то можно посмотрев на схему сразу понять какая часть будет отвечать за этот сигнал но если вы не понимаете сильно то прогревайте по очереди каждый главное не пропустить и не перегревайте особенно сильно конденсаторы все вы увидите на экране и по изображению если допустим был изображение в кубика греть грели грели и кубики стали уменьшаться или вообще пропали все устанавливаемся на этой детали вам останется ее выпаять на всякий случай еще можно раз проверить но если вас даже нету прибора просто заменить ее на такую же новую и я думаю что схема у вас заработает поэтому как вы видите метод довольно простой и как я сказал что я уже ним очень много лет пользуюсь попробуйте я думаю вам понравится а если вам понравилось это видео не забудьте ним поделиться также поставить лайк и если вы еще не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь и также напишите в комментариях получилось у вас все это сделать самому или нет а на этом я буду заканчивать всем приятных просмотров и до новых встреч